Я не понимаю, это так тяжело рассказывать. Я даже не знаю, из чего начать и что рассказывать. Сегодня затронем три темы, которые всем интересны при переезде в другую страну. А именно это жилье, еда, деньги. Друзья, привет! Вы на моем любимом канале Новый Архив. Налил чашечки чай, чтобы вам рассказать о моей первой зимовке вне России, а это страна Сербия. Шесть месяцев я уже тут прожил и могу уже сделать какие-то выводы. Плюсы, минусы, рассказывать не буду, расскажу все как есть. Здравствуйте! Наткнулся на ваше видео в Ютубе, пишет мне один подписчик и спрашивает. Мы планируем посетить Сербию, Белград, возможно, и даже остаться там жить. И я ищу тех, кто мог бы мне рассказать о некоторых нюансах. Так давайте я вам расскажу про эти нюансы. Давайте начнем по порядку. Итак, для того, чтобы приехать в Сербию, нужно купить билеты и прилететь. Жилье. Вы купили билет, вы прилетели, вы на букинге забронировали, на первую неделю, допустим, отели, пока что ищите жилье. Пока что я жил в отеле, я искал жилье на Фейсбук. Да, есть куча телеграм-каналов, в которых тоже можно искать. Бил переводчики фразу. Аренда квартиры на Сербском. И эту фразу я вбил сразу в... Как она называется? Как будет аренда квартиры на Сербском? Агласи. Я сразу поисковики вожу. Агласи, Белград, Новисад. Агласи, Сербия. И мне вылетает куча групп, которые есть в Фейсбуке. И так я нашел первое свое жилье. Первое мое жилье, это был двухэтажный частный дом в центре города Новисад. Я бы побывал в Белграде неделю, наверное. Там большой спрос был на жилье. Поэтому я решил перебраться в маленький город на север Сербии. Деньги. После того, как я нашел себе жилье, мне нужно было найти продуктового магазина, где я смог купить еду и кушать. Для того, чтобы я смог купить еду и кушать, мне нужно было поменять деньги. Потому что у меня все деньги были в рублевых счетах, лежали на рублевых карточках. Ну, какая-то была часть самой налички. Я ее потратил на снятие аренды квартир. Я зашел в Телеграм и нашел такие группы, как обмен валюты. То есть в Сербии есть обмен валюты. Люди ищут друг друга. Одни люди ищут, у которых есть рубли, нужны евро. Другие люди ищут, у которых есть евро, нужны рубли. Вы находите такого человека и производите обмен. Вы ему даете рубли, он вам дает евро. По курсу вы договоритесь. Вот таким образом я нашел людей, у которых были евро, а им нужны были рубли. И я поменял свои рубли на евро. Еда. Мне повезло. Около моего дома был мини-супермаркет. Идея. Я не знал, конечно, что это магазин. Но зашел, посмотрел. Цены примерно мне понравились. Когда я приехал, цены вообще были классные. Евро тогда было 60 рублей, 1 евро. Местная валюта, это динара. Она 1 к 1 к евро. То есть, получается, 60 рублей было 117 динар. То есть, у меня была скидка на продукты в магазинах 50%. Сейчас эта скидка у меня 20%, потому что сейчас евро вырос. Евро сейчас у нас уже на сегодняшний день съемки 6 апреля. 93 рубля, а динара также 117. То есть, за 1 евро я плачу 193 рубля и меняю на 117 динар. Динара – это сербская местная валюта. Зашел на Google карты и на Google карты увидел магазин Lidl. Lidl магазин классный. Классный. Я сделал на него много обзоров у меня на YouTube-канале. Шортсы там сравнивал продукты. Можете зайти посмотреть. Я его запомнил из Финляндии. Когда я из Финляндии, мы заезжали в классный магазин Lidl. Там есть и дешевые товары, и дорогие товары. Но этот магазин, в нем есть все. Каждую неделю обновляется товар. Если вы сейчас находитесь в Сербии, и вы были в этом Lidl, поставьте плюсик в комментарии и напишите, что понравился вам магазин или не понравился вам этот магазин. Шел Lidl ближайше от меня, прогулялся до него и понял, что я буду закупаться в Lidl. И все это время я начал уже закупаться в Lidl. Документы. С российским паспортом вы можете находиться в этой стране 30 дней. Каждые 30 дней вам нужно выезжать в другую страну и заезжать обратно. Эта фраза называется, это движение заезд и выезд, то есть, да, называется виза-ран здесь. Что такое виза-ран? Напишите в комментарии вопрос. На этот вопрос я вам отвечу видеоответом. Сегодня у нас маленький обзорчик для того, чтобы понять, нравится ли моей аудитории эта тема для разговора. Если вам нравится эта тема для разговора, напишите в комментарии ваши вопросы, и мы продолжим общаться на эту тему. ВНЖ. Да, ВНЖ тут можно получить, чтобы не ездить на виза-ран, можно получить ВНЖ. ВНЖ, самые два простых варианта для получения ВНЖ, это ты открываешь свою фирму, заводишь ИП в Сербии, либо ты покупаешь недвижимость, либо тебя просто устраивают на работу в сербскую компанию. Даже, о, три. Три способа получить ВНЖ. Документы рассказал, еду рассказал, деньги рассказал, про жилье рассказал. Что еще интересного? Все общение в Сербии проходит в Телеграм-каналах. Почти, что всю информацию я получал оттуда. Я нашел беговой клуб в Телеграм-канале. Я познакомился с новыми людьми в Телеграм-канале. На английские встречи ходишь в Телеграм-канале. На квизы ходишь в Телеграм-канале. Школу сербского языка в Телеграм-канале. Спонсор сегодняшней трансляции. Школа сербского языка в городе Новисад Smart Lab. Ссылочка в описании. По промокоду новый архив вы получите скидку в 1000 динар. На обучение сербского языка или английского. Там в школе есть и английский, и сербский. Да, есть беговые клубы, кто занимается бегом. Есть отдельные чаты в Белграде. Есть отдельные чаты в Новисаде с бегунами. Ну, потому что я люблю бег, я сам бегаю. Вот, с моей собакой лежит сейчас, отдыхает после утренней пробежки. По воскресенью мы бегаем в горах. Тут у нас рядом с Новисадом есть кружка парка. Стоимость квартир. Да, стоимость квартир сейчас падает. Смотрите, буквально вот мои знакомые. Вчера сдали квартиру в соседнем моем доме. Хорошая двухкомнатная квартира. Слушайте, 70 квадратов, 70 квадратов. Они сдали за 300 евро. 300 евро в месяц плюс коммуналка. Ну, коммуналка, наверное, 100 евро будет. То есть 400 евро в месяц получится квартира в городе Новисад. Но в Белграде, я думаю, что будет квартира на 200 евро даже. Сейчас цены падают. И хорошую квартиру, ну, однокомнатную, я думаю, можно в Белграде найти за 500 евро. Плюс коммуналка будет 100 евро. С того будет 600. Вот разница 200 евро. Ну, можно жить на Новисаде и ездить на электричке за 100 евро. И купить проездной билет в Белград. Ну, я редко езжу в Белград. Мне кажется, наверное, в месяц раза три или четыре. Не знаю, насколько это редко. Дорога стоит до Белграда на электричке скоростной 600 динар. Это получается 5 евро. Да. Да, 5 евро. 600 динар 5 евро и в одну сторону. И обратно 5 евро. Получается 10 евро. Кто-то начинает съездить. Заходим в YouTube. Набираем фразу «Сербия». И вылетает у нас. Смотрите. Сербия. Поисковик. Первое видео. ВНЖ в Сербии я рассказал. Визаран я рассказал. Извинения, которые вступят в 2024 году. Я пока что об этом ничего рассказывать не буду. Если они вступят, это будет хорошо. Я об этом обязательно и сделаю видеоролик. Переезд в Сербию я рассказал. И что такое белый картон я не рассказал. Белый картон – это местная регистрация. То есть, когда в России переезжаете по месту регистрации, вам ставят штамп в паспорт, либо дают временную регистрацию. Здесь есть такая бумага «белый картон» называется. Ее делает хозяин, либо хозяин делает на вас договор на квартиру, когда вы снимаете обязательно с договором, снимайте квартиру. Без договора квартиру не снимайте. В общем, белым картоном – это ваша местная регистрация. В Черногории есть курортный налог. Стоимость – 1 евро. То есть, один день вы находитесь в Черногории, вы должны заплатить за это 1 евро. Вот мы ездили в Черногорию на 4 дня, мы заплатили 4 евро на каждого человека, и это получилось 8 евро. За то, что мы просто находились. По-моему, сейчас такой же курортный налог или туристический, его хотя бы в Санкт-Петербурге везти, он порядка 80 будет, по-моему, рублей стоить. В Краснорском крае, по-моему, 10 рублей за 1 день. Что-то такое есть. Так, что тут еще? Минусы жизни в Сербии? Я не знаю минусы жизни. Я такой человек, потому что мне все нравится. Я пока что для себя громадных минусов не встречал. Ну, как все можно привыкнуть, и ты привыкаешь. Потому что человек, человек к всему привыкает. Сколько стоит жизнь в Сербии? Сколько стоит жизнь в Сербии? Ну, смотрите. Поехали. Квартира, я сказал, 400, допустим, да. В магазине я хожу, в среднем у меня получается 2000-3000 динар местных. Это получается где-то 18-17 евро за не поход. Но этого похода мне хватает буквально на 3, может быть, 4 дня. Все зависит от акции в Лиделе. Если хорошие акции, я много набираю в холодильнике и замораживаю. Она все у меня лежит. И получается... Ну, давайте закинем на человека 200 евро. Найду. 200 евро найду. Уже 600 евро. Сюда же мы закинем сразу... Сюда же мы закинем сразу... Визаран. Визаран мы закинем сюда. 25 евро будет стоить он. 2500. 2500 динар. И мы можем найти за 2000 динар. Ну, это от 18-25 получается 625. А, ну, корм собаки у меня выходит... Кстати, хороший корп, Монш. Он тут стоит всего лишь 2000 динар. Это будет 18 евро. 18 евро за 3 килограмма. По малышам, по детям я ничего не расскажу. Опыта у меня не было с этим. Я знаю, что ходят в садики, ходят в школу, изучают сербский язык. Тут, кстати, учатся в две смены. Бывает, неделю ты учишься с утра, потом в следующей неделе ты учишься вечером. Очень интересно. Я помню, у нас была вторая смена. Я целый год учился во вторую смену. Даже два года. В шестой, седьмом классе я учился во вторую смену. И это я ходил всегда на уроки к 12 часам и до ночи. А здесь ты одной неделе учишься утром, в другой неделе ты учишься вечером. Поэтому тяжело подстроить, как они говорят, дополнительные занятия. Я слышал разговоры сербов на эту тему. Немножечко начал понимать язык, но когда начинаешь его учить. А когда с собакой гуляешь, вокруг тебя собрается очень много местных людей. И они спрашивают, что это за собака. Я говорю, здесь, Женька. Англо-сербский язык у меня ходит. Кстати, взрослое поколение сербов говорят на русском языке. Да. Они в школе учили русский язык. Вот, лет 30 назад. Наверное, да. Да, 30 лет назад. Ну, если взрослые, навитые лет 50, они в школе учили, но это 35 лет назад почему? Почти-то, что 35 лет назад. Так. Это я, что-то, отвлекся. Что еще? Дальше заходим на YouTube. YouTube. Сербия. Сербия, Орел и Орешка, Белград. Так. Какую страну? Так. Плюсы и минусы жизни Сербии. Здесь плюсы. Вот, укажем свои плюсы. Укажем свои минусы. Поэтому про свои минусы и плюсы я рассказывать не буду. Если у вас по-любому появятся вопросы, напишите ваши вопросы в комментариях, и мы с вами их обсудим. Обсудим, и попробую я даже видео показать. Если вы еще не в Сербии, а если вы в Сербии, то я вам все равно покажу это видео. Белград, Сербия. Прогулки по Белграду. Прогулку по Белграду мы с Настей снимали. Вы можете зайти к ней на канал и посмотреть прогулку по Белграду. И также прогулка по Новый Саду мы тоже с Настей снимали полный обзор. Ссылки я оставлю под роликом в описании. Первый месяц в Сербии. Цены на аренду. Жизнь без ВНЖ. Виза ран. Плюсы и минусы. Ну, смотрите, вот у всех поисковые запросы однотипные. На все вопросы я вроде бы ответил. Поэтому этот короткий ролик подходит к концу. Всем спасибо, что вы посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно напишите в комментарии, понравилось это видео или не понравилось. Я сейчас тестирую свою целевую аудиторию. Если это видео понравилось, мы продолжим. Если не понравилось, мы будем уходить на другие темы. Ну, тему путешествия, например, я буду рассказывать. Мы едем туда-то и поехали. Вот мы ездили в Черногорию. Предыдущие видеоролики вы можете посмотреть. Я снимал первый раз на GoPro. Но GoPro мне, честно говоря, как-то и зашло, и не зашло. Потому что после GoPro камеры я открыл картинку айфона. И, ну, это не обозревает. Я не понимаю, может быть, потому что я снимаю Full HD, а не 4K, 5K. Может быть, из-за этого не получается хорошая картинка. А айфон, вот я сейчас снимаю это видео на айфон и монтирую в приложении CapCut. Кстати, в описании тоже будет мой курс на включение съемки и монтажу видео на телефоне. Так что переходите в Telegram, пишите ваши вопросы. Ну, как-то так, наверное. А на этом и закончим. Чаек допил. Сегодня просто хороший свет, и поэтому я бешу на кухню. У меня кухня самая светлая. Всем спасибо за просмотр. Ставь лайк на это видео. Пока-пока.